Новосибирские фридайверы совершили погружение на высокогорном Непальском озере. Предположительно, это мировой рекорд. Озеро глубиной около 60 метров лежит на высоте 4800 метров над уровнем моря. В силу естественных причин, нырнуть на большую глубину в этих условиях невозможно. Чем отличается дайвинг от фридайвинга и в чем особенность погружения на такой высоте, выяснил Антон Лучанский в беседе со спортсменами. Борис и Михаил, очень рады вы своей студии. Вы дошли, нырнули, вы нырнули к счастью, вернулись и все в порядке. Это замечательно. Но я впервые слышу, что есть такой способ бросить вызов своим физическим возможностям. Триатлон – тяжелейшая дисциплина, скайранинг – тяжелейшая дисциплина. Но вот так, чтобы погружаться в глубину на высоте, это в первый раз. Это какая-то специфическая нагрузка на организм. Общая физическая подготовка была, наверное, как и у всех людей, которые ходят в горы, которые планируют покорить какую-то вершину. Но дополнительно мы еще применяли специальный генератор горного воздуха, который эмулирует подачу воздуха в пропорции. То есть, когда вы готовились, вы работали в слабонных масках, по сути говоря? Да, за месяц. Общая подготовка у вас какая? Вы занимаетесь спортом в жизни или только фри дайвингом? Я как профессиональный спортсмен. У меня каждый день тренировки – это специфические, если фри дайверские. Потом йога я в последний год очень плотно увлекаться стал. Вот, и в принципе, все, наверное. У меня аналогично. Просто в меньшей степени йога и полупрофессионально занимаюсь фри дайвингом. Периодически участвую в соревнованиях по фри дайвингам. Поэтому общая физическая подготовка выше средней, я так оцениваю. Вы шли пешком, несли вещи. Вам помогали, правда, но все равно несли свои вещи, поднимались самостоятельно и потом погружались. Время до озера составило порядка 8 дней. Часть из них, часть дней была потрачена на акклиматизацию. Пеший маршрут – это именно процесс акклиматизации или просто нагрузка? Это процесс акклиматизации, прежде всего, и плюс нагрузка. Нагрузка, акклиматизация через нагрузку, через физическую нагрузку происходит. Озеро, в которое вы погружались, было на высоте 4800 метров, даже чуть больше, и глубина составила 64 метра. Два года назад поездка была. Я в Красном море на 50 метров у меня. Первый выезд мой был такой более-менее серьезный в теплом море. То есть такая значительная разница? Ну да. 10 и 50? Здесь еще очень много рисков разных было, поэтому мы решили ограничиться 20 метрами и не рисковать, потому что существует вероятность различных заболеваний, при которых эвакуация очень сложна с того места. И тем более мы были одни без… 4800 метров, неудивительно. Да. Значит, есть куда еще стремиться. Конечно. У этого озера ресурс очень большой. Очень большой. Поэтому на него и поехали, чтобы беспрепятственно найти эту глубину в 20 метров. И теперь самое интересное. Кто-нибудь еще ныряет так глубоко, так высоко? Я лично, наверное, не знаю. Информацию мы в сети не нашли по этому поводу. После опубликования нашей информации, в том числе на английском языке и видео, были отмечены ряд фридайверов, которые вот этим делом увлекались. И никаких информаций, откликов от них, что кто-то погружался именно в глубину, не было. Была информация про другой вид, про другую дисциплину фридайвинга, статическая задержка дыхания. Вот ряд спортсменов, именно фридайверы... Это когда не ныряют, просто заедут дыхать. Да, просто лежат на поверхности, на одном вдохе. Но на высокогорье. Да, на тех же высотах примерно. Информация у нас есть, что около 2-3 минут хорваты и австриец сделали в свое время. Информация такая, есть и видео, и... По сути, вы стали пионерами вот этого высокогорного глубоководного погружения. Стали и хотели стать, да. А как здоровье после этого все хорошо? Ну, по здоровью были осложнения у меня, подозрения на осложнения, на легкие. Поэтому, собственно, мы ограничились одним днем нырятельным. И в ночь поспешили снизить высоту. Альпинисты рассказывают о чувстве эйфории, которая охватывает дыхание, когда они поднимаются на высокие пики. У вас какие-то были такие же переживания сходные? Да, были ощущения, и они частично отражены в наших фотографиях, в нашем отчете, в нашем видео. Да, конечно, мы стремились не один год к совершению подобного погружения. И чувство удовлетворения было, даже после одного мерка на глубину. О отзывах в сетях. Есть люди, которые хотят пойти по вашим следам? Пока что нет. Куча негативных отзывов обычных обывателей. Почему? И люди не понимают, что это такое, зачем это надо. Некуда девать деньги. В том числе. Ну, просто люди зачастую путают погружение на равнине, задержка дыхания на равнине, и погружение в условиях высокогорья почти 5 километров высота, и задержка дыхания в условиях высокогорья почти на 5 километрах высоты. Это две колоссальные разницы. То есть это добавок? Нужно попробовать, чтобы понять самолёт. Это озеро вы считаете покорённым в Непале, или всё-таки оно ещё, покорение впереди? Ну, покорение, если с точки зрения альпинистов, это, наверное, вершина. У нас, наверное, дно. 60 метров это невозможно? Это, ну, скорее, да, чем нет. Потому что вот эти... Может быть, постепенно, там, шаг за шагом, но это необходимы другие ресурсы, другое время, деньги и вообще... И много удачи, на самом деле, потому что нам очень повезло с погодой. Мы буквально... Один день было погодное окно, и именно оно совпало с нашим днём ныряния. То есть стояла солнечная очень погода, почти безветренная, практически идеальные условия, что, естественно, тоже сказалось, я думаю, одним из факторов явилось успешного погружения. Спасибо вам большое за рассказ. Несмотря ни на что, я думаю, что последователи у вас найдутся, как у каждого рискового дела они находятся рано или поздно, и интересного, разумеется, дела. И, конечно, вам пожелаю сибирского здоровья и хорошей гималайской погоды. Продолжение следует...